Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава ИТРО. Новый мир. Новый мир. И вот прежде чем начать изучать главу, в которой нам дарованы заповеди и так далее, возникает вопрос, зачем нужно вообще прибавлять ежедневно в духовности? Ну там один раз позанимался или что-то сделал и живешь этим. Объяснение этому такое. Материальность в мире постоянно увеличивается. К примеру, тело растет, сравните себя, два года и сейчас. Но раз это происходит в материальной сфере, то и духовность должна увеличиваться. Таким образом, только таким образом, может быть нейтрализована постоянно растущая материальность. На основании этого мы, как говорят мудрецы, начинаем понимать слова Талмуда о времени перед приходом Машеха. Там написано, что каждый день будет хуже предыдущего. На первый взгляд непонятно. Тора содержит в себе указания. Почему она рассказывает нам о вещах, в которых на первый взгляд нет никакого указания, особенно, и речь-то идет о отрицательных вещах сообщает, завтра будет хуже, чем сегодня. На этом основании становится понятно, что Тора хочет сообщить нам о постоянном увеличении со стороны зла. Для того, чтобы мы прибавляли также в области святости. Она говорит, что зло будет увеличиваться, завтрашний день будет хуже, а ты должен сделать его лучше. Отсюда понятно, что если нет прибавления в нашей жизни, в духовности, то мы не только нет подъема, а есть обязательный спуск. Невозможно устоять на одном месте, так как в материальности есть постоянное увеличение. Именно с нашей недельной главы взаимоотношения духовное и материальное кардинально меняются. Раньше было духовное, духовное, материальное и материальное. До момента дарования Торы материальность была помехой духовности. Человек, который хотел быть приближенным к Всевышнему, должен был там посты, уйти от мира и так далее. Сейчас такого нет, после сиансовского остроения, оно дало силы быть связанным со Всевышним через материальность. Человек кушает, говорит Брахову, он связан с материальным, работает, просто разговаривает. Все во имя неба. Материальность не является помехой духовности теперь. Ведь нам были даны силы внедрить в этот материальный мир духовную святость. В этом новом мире, тут все смешалось, в этом новом мире смешения, например, Маше уже должен был, что поменялось, должен был делегировать премия лидерства. Это сказано для чего? Что каждый человек должен понимать, что он должен распределять обязанности, можно так сказать, в семье, в народе, на земле. Дважды сказано, что то, что ты делаешь, не есть хорошо. Лотов в Торе. Одно, когда Итро говорит, Маше, когда он увидел, что он единственный судит народ, а второе, нехорошо человеку быть одному. Тоже Лотов. Мы не можем ни руководить в одиночестве, ни жить в одиночестве. Это аксиома, которую нам сейчас вкладывают в голову. Здесь говорится о идее, что одиночество это не система нашего мира. Идуизм, иудаизм вообще, это не та вера, которая действует в уединении. Это социальная вера. Речь идет о связях, взаимоотношениях семьи, общины, народа, где у каждого написано человека. Есть свой час и свое место. Потому что обычные люди, кажется, просто вот, да, у этого человека есть место и есть час. И он важен Богу точно так же, как вот здесь Машарабей, ну а здесь Водоводство. И все они для Бога одинаково важны. Душа человека спускается в этот мир, из высших миров, только для того, чтобы приобрести вот эту заслугу, исполнение заповедей Торы и так далее. И вот, кстати, что происходит, злое начало, говорит душе, отдохни, пойди туда, там, это, то, то. Это работа злого начала. И вот Раф Хаим Шмулевич, он объяснял так, что означает выражение «бен Алам Аба», «сын будущего мира». Это такой человек, который в обыденной жизни, он понимает, что он пребывает здесь только временно. Он принадлежит другому миру. Как, например, туристы там из Финляндии, говорят, что финн он, финн. Такие человеки, которые посещают этот мир, как дитя будущего мира, говорят «сын будущего мира». Раф Алиягу Деслет провожал однажды своего ученика, который уезжал за границу на постоянное место жительства. И на подходе к вокзалу ученик обратился к учителю «благослови меня, Ребер». И тот говорит, я от всего сердца желаю тебе найти удобное место в поезде. И в этой поездке, простите, в поездке, сказал Раф. Удивился очень ученик, говорит, я же тебя просил благословения, которое благословляю, всю жизнь со мной было, а ты пожелал мне удачной поездки. И ответил ему Раф Декстлер, это известнейшее выражение. Я благословил тебя на всю жизнь. Я имел в виду путь, продолжающийся всю твою жизнь, путь к миру грядущему. Вот те 120 лет, которые даются человеку на земле. Я желаю, чтобы на протяжении всего этого долгого пути тебе было удобно. Да, и хочется каждому человеку быть удобно. Человеку вообще написано, следует себя чувствовать как в пути. Подобно тому, как обычный человек не придает особого значения неудобств к кому-то в поезде, поездке. Он знает, что это недолго. И тот, кто выработал в себе ощущение, что этот мир, преддверие мира грядущего, он знает правильно, как жить в этом мире. Зная, он может превозмогать все трудности, материальные, духовные. Ибо пришельцем был я в земле чужой. Это очень сложная схема, но нам ее преподносит мудрейшая книга Тора. И ей надо следовать. Мы с вами путники. И сегодня мы находимся здесь, в 120-летней поездке. Браховы от слоха, чтобы эта поездка была удачная. Даю тоже, я не Раф Декстлер, но я тоже всем браху, чтобы у всех все было хорошо.